Субтитры делал DimaTorzok Минер появляется для команды FiveEva. Малазийцы взяли себе Никса Сасина, Зевса, Вайпера, Дизраптора и Тролль Варлорда. Первый вообще техник за всю мою комментаторскую карьеру, это точно. Я помню, Сикреты брали у нас техника и нормально им разваливали, но FiveEva не Сикрет. Посмотрим, как у Мерекля получится реализовать данного персонажа. Шейкер, Квапа, Тинкер, Магнус и Течис для команды FiveEva. Вот это будет веселье, причем веселье сразу с первого матча. С первой игры в формате Best of 3, это значит, что дальше может быть еще веселее, а с другой стороны дальше может быть Тухляк. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. В любом случае, уже команда нас порадовала. Порадуют ли реализации данного пика игроки команды FiveEva? Ну, все может быть. Тинкер в пике имеется для Чибикса. Мирекл забирает себе Течиса. Смурф. Так, Смурф еще не выбрал себе героя. Полос, он берет Магнуса. Ясара будет играть на Квин оф Пейн, Чибикс на Тинкер. Пик, конечно, сумасброднейший для команды FiveEva. Тималазия немножко по сдержании пикали у нас. Вайпер уходит на мидлейн. Муши забирает себе Дизраптора. Кетси Кэмба будет играть на Вайпере. Куху играет на Тролль Варлорде. Джонни на Зевсе. И Охайо забирает себе Никса Ассасина. Кстати, поздравляем Тималазию. Они выиграли вчера Гесси Кап. Смогли одолеть в двух матчах команду Кенци Уипс. Забрали два поинта, забрали 3000 долларов. Поехали дальше сражаться в ESL One. Если вдруг вы пропустили финал, то не забывайте, у нас есть канал YouTube. Заходим на него и смотрим. Все воды уже давным-давно там появились. Ну или в группу ВКонтакте. Все там, все ссылки, все видосики, все, в принципе, для вас. Уже подготовлено. Ну, по пику, в общем-то, ситуация относительно ясна со стороны команды Малайзия. На мид идет Вайпер. Куху будет фармить на Тролль Варлорде. Джонни вместе с Муши будут его саппортить. Ау Хайо на Никс Ассасине. Я думаю, в соло отправиться в сложную. Получать левел. По поводу команды 5-5 у меня очень много вопросов. Магнус у нас для кого? Кто-то Магнуса собрал. Полосон забирает Магнуса. Ну, Чибик, скорее всего, отправится на мидлейн на Тинкере. Вот как будет реализовывать у нас Т-часа Миракл? Это действительно вопрос. Ну и Магнус, скорее всего, уйдет в сложную. Квапа будет... Я даже не знаю, что Квапа. Квапа будет нижний лайн, как я понимаю, фармить у нас. И Шейкер от Смуфа будет саппортить Ясеру на легкой линии. Это то, как мне видится развитие данных событий. Ну а Миракл, понятное дело, что величина переменная постоянно будет устраивать терроризм то в одной, то в другой точке карты. Минер в профессиональных играх. Весело. Ну так отжимайте паузу. Гоу экшн. Все, паузу отжали и переходим непосредственно к матчу. Сейчас будут первые закупы и точно уже определимся, куда игроки команды 5-5 отправятся. Все, вроде по пику разобрались. Смурф на Шейкер идет на топ-лейн. Но это, скорее всего, будет просто бойня у нас за руну. Туда же отправляет СЕСера на Квапе. Вот Квапа может и правда постоять у нас на оффлейне вместе с Шейкером. А в легкую отправят таким образом Миракла. Или, 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 или даже не знаю. Чибикс может тоже отстоять у нас легкий лайн. Чибикс уже, кстати, здесь спасется в своем лесу. И могут у него быть проблемы, если только близко подойдет. Ну и Полосон на Магнусе. Магнусе, да, все, Полосон у нас без закупа вообще. Дали ему два танка, купил себе два Ирон Брэнша. Скорее всего, пойдет на мидлейн Магнусом. А техник для Чибикса будет стоять легкую линию в паре... Эээ, Тинкер, точнее. Будет стоять легкую линию и Тетчис ему будет помогать на этой самой линии. Ну, Миракл уже здесь чудеса. Минерство показывает. Уже три мины здесь и одна еще на подходе к Т3, точнее, с обратной стороны. Короче говоря, посмотрим. Веселье здесь будет сто процентов. С этого лайна, по идее, вообще не надо переключаться. Если будет ФБ, то, скорее всего, будет здесь. Тинкер в легкой линии. Где такое еще можно увидеть? Магнус на мидлейне против Вайпера. Или против Охайо. Да, против Охайо. Никс Ассасин пошел у нас на мидлейн, а Вайпер отправляется на сложную. Раскусили. Не хотели ставить... Команда 5-5 не хотела ставить Тинкера против Вайпера. В итоге деваться некуда. Вайпер отправляется на сложную, просто чтобы в сольной встрече встречаться у нас с... Чибексом. Ну, а на мидлейне у нас Охайо против Полосона. И Полосон уже сильно проседает по ХП. Через импауэр на первом левеле пошел у нас Полосон. И Фиосблад для Миракла. Ну, что же такое, а? Ладно, посмотрим сейчас. Зевс бежал убивать. Убил. Фиосблад. Команда 5-5 реализовала Течиса на первых минутах уже. Все. Можно, в принципе, идти на базу становиться. Меркл свое дело сделал. Меркл можно теперь идти заниматься на всех лайнах точно тем же, абсолютно идентичными вещами. Никс здесь поставлен с одной единственной целью. Я так понимаю, Вайпера оставить против Тинкера. И, в принципе, уже побочная цель это то, что Никс Ассасин должен относительно комфортно себя чувствовать за счет Карапаси. Правда, прожимает Карапаси у Хайо у нас вообще не в тему. Соответственно, и получает достаточно плотно. 150 у него на руках. Ботла пока что не имеется. У Полосона ботл уже обузится. Ну и по фарму у нас. 9-2 у Магнуса. У Никс Ассасина 6 на 0. Немного, но все-таки 5-5 впереди. В принципе, без Карапаси сейчас Кэддэшится очень долго для Никса. На первом левеле 23 секунды. Это действительно неприятно, потому что здесь-то откат всего ничего. 9-8 и даже 7 секунд будет на... 8 секунд, точнее, будет на пятом. 7 на седьмом левеле. И Полосон замучает просто Никс Ассасина. У того совсем немного ХП вообще. 625 сейчас. 660, точнее, с получением левела. А Шоквейвы по 200, которые будут залетать уже на пятом левеле. И это, конечно, проблематично для Никса. Ну, глянем. Завардили уже этот участок карты Тимбалазия. Не хотят повторения ситуации с Мириклом. А Мирикл отправился у нас в мид. Где, кстати, Мирикл-то ерунду свою рассовал? Мирикл фулманной. Как я понимаю, отправлялся, возможно, и на базу. Где мины Мирикл? Мирикл думает, чтобы такое еще создать здесь. Полосу на Охаю. Карапаси прожал. Ну и вот, наконец-то. Наконец-то Охаю реализовал все то, что, собственно, персонаж ему его дает. Тинкер на лоу ХП. Джонни за ним. Еще один удар. И Чибикс умирает. 30 ХП. Чибикс отсюда уходит. Джонни раскастовался у нас. Как я понимаю, в Тинкера. Тинкер отправляется на базу. Но Чибиксу некомфортно против даблы стоять. Ему и против Соло Вайпера здесь было бы некомфортно стоять. А с Девсом, который нижний и верхний спамить, будет нон-стоп. У Тинкера вообще невероятные проблемы. И как бы не стал вообще ошибкой Течис в составе команды 5-Eva. Может решили пошутить, а может и наигранная комбинация. Но думаю, шутить тут в принципе в плей-оффе бессмысленно. Проигрываешь и улетаешь у нас из турнира. Как бы тут не до шуток вообще. Полосон начинает проседать по ХП. Потому что Хайо нон-стоп спамит Карапаси. И все шоквейвы, те от которых у нас не увернулся Никс, который принял на себя, идут в принципе в пользу самого Никса. На топ-лейне у Язеры 8 на 4, Крипстат 0 на 3 у Шейкера. Ну и со стороны команды Малайзия Куху, который поставлен здесь фармить 13 на 8, у Муши 4 на 2. Чибикса гоняют прям по Т3. Никуда вообще не удается выйти на лайн. 8 на 2 у него, ну все, наконец-то. Марш оф Машинс вкачал. И будет попытка здесь кого-то хотя бы, хотя бы как-то наковырять за Денай. Сложно против Вайпера стоять, невероятно сложно. За счет нейротоксина тут попробуй вообще кого-то за Денай или за спам. Ну Чибикс ничего так еще, вроде как рукастый парень. Полоса на мид-лейне, 26 на 3. Никс Ассасин, 6-го еще нет, ушел отсюда. На хосте на нижний лайн, будут пытаться забрать здесь Чибикса. Чибикс понимает, что его ждет, сигнализирует, ну и толку сигнализировать. Чибикс скорее всего отъезжает, хотя можно еще и бежать. На мины, на мины у нас наступит сейчас Охайо, и Охайо разваливается. Просто террорист, а не Миракл. И в это время умирает у нас еще и Дизраптор на топ-лейне. 5-фэва прекрасно реализовывает свою стратегию. Тут уже ничего не сказать. 2 фрага 100% заработал 1 Миракл. Да, здесь Чибикс добил Никс Ассасина за счет ракетки. Но, 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 львиная это доля успеха. Понятное дело здесь основывается на минах, которые Миракл заблаговременно расставил. Ну и уже, уже пингуют сюда. Уже Охайо показывает, что ребята туда лучше не ходить. Там еще может что-нибудь быть. Тем более, на карте у нас практически не появлялся долгое время от техник. Ну техник уже по привычке буду называть ее техник. Минер, конечно. Еще 4 мины стоит. Ждут эти мины Охайо. Здесь и Скиур есть от Магнуса. Просто РП и просто сюда их привозишь. Ну все, Вижен, откуда Вижен, кстати? А, Вижен у нас от Зевса. Вот как неприятно-то вышло. Зевс будет, конечно, бесить. Своими скиллами и на мины просто так и не попасть. Где-то как-то на подходах на хайграунд, но это тоже проблематично. Понятно, что верхнюю можно давать в любую часть карты. Ну и Зевс, конечно, контрит тут. Течиса бесспорно. С другой стороны, помимо Зевса еще 4 героя есть, на которых можно отъесться. Ну и перетягиваться Зевсу в любую часть карты тоже не проблема. Куда Миракл, туда будет у нас и Зевс. Полоса на РП есть. Маны, в принципе, хватает, но здесь слишком далеко у нас Никс Ассасин. Смысла РП шить и тащить на скьювере на мины Охайо, наверное, никакого, потому что просто не довезет. Рэндж скилла не такой большой, как того хотелось бы Полосу. Ну да и... Да и, собственно, подставиться Никс под РП вряд ли сможет. Тоже, в общем-то, парень не глупый Охайо. Охайо без маны практически уже не хватает на МПЛ, ну и, понятное дело, что на Вендету тем более. Полосом готовится, готовится. РП уже пытался проюзать, пока не юзает Карапаси. И Полосом сам себе отрывает лицо. Просто жуть, какой-то мазохизм у нас. Происходит от Магнуса. У Смурфа 400 по золоту. Пока очень далеко до артефактов. У Квапы уже появляется Белт оф Стрэндж и немного совсем остается до Пауэр Трэдс. У Миракла имеется Сол Ринг и Ринко Фриген для Течиса. Ринко Фриген, я думаю, у нас Форс Став все-таки. Подойдут до Найт мины, на мины и нарвутся. У Полосона появляется Даггер. Вот теперь вот повеселее станет игра. Есть уже Ботс оф Спид, есть Даггер, есть Ботл. Полосон у нас не просто голый Даггер заработал, что-то где-то еще и накапывал. Это на восьмой минуте. Восьмая минута это крутой тайминг, хочу вам сказать. При том, что стоял против неприятного Никса Сассина на Мидлейне. Через эти Карапаси больнее было у нас все-таки Магнусу, чем Никсу. И тем не менее, тем не менее вытащил. Мины уже ждут своего. В принципе, своего клиента будущего. Мужи без вопросов здесь развалятся. Если глимсануть, только не успеет у нас Поломсона. РП у нас в муше и поехали. Поехали, кое-что покажу. Показал. 4 на 0. 5-0 выигрывает. По золоту... По золоту на самом деле преимущество-то вообще у нас за Малазицами. Но теперь только в сторону команды 5-0. Ну и по экспириенсу тоже Малазия у нас выше. Но это все только потому, что минус один игрок из активных за счет Миракла, который просто бегает по лесам, не получает толком экспы, не получает толком золота. Правда, 2-0 имеет уже по фрагам. То есть редко получаются фраги за счет Миракла. И он, соответственно, на лайне не фармит, экспириенса не имеет. Хотя на 9-й минуте 5-й левел, даже уже половина 6-го, неплохо. Язера через Виндету, через Релинекс от Тролльварлорда очень быстро с Квапой справились. Но так как надо команде Малазия обезопаситься от всего... От всей пиротехники у нас Течиса, точно так же нужно обезопаситься от Виндеты. Шейкер бегает здесь с вардами синими. Но почему эти синие варды не стоят перед Тауэром, не палят всю зону здесь? Зону фарма Квапы непонятно. У Чибикса уже четвертый марш машинок. Есть Боттл, Бутсов Спид имеется. Ну и до Тревелов остается всего ничего, там 650 по голде. Чибикс неплохо, кстати, фармит. Тролльварлорд у нас. Произал ульту, куда ты побежал? Это все для фарма в лесу. Магнус. Улетает у нас на ТП на Т2. И все избегает встречи вместе с Джонни и Муши. Мы могли бы потрепать неплохо так. Магнус решил все-таки в драку не ввязываться. Один фраг сделала команда Малайзии. Это все было на ТОПе. Мы видели, как убивали Квапу. И четыре фрага уже сделали игроки FiveFever. Скоро Течис начнет убивать побольше людей. А все-таки ринг оф реген Миракла прогрейдился у нас до Транквилбутсов. Завардили все, что можно было завардить малазийцы. Миракла видят. И Миракла попробуют забрать. Вендетту входит у нас у Хаю. Под Тауэр, наверное, не полезет. И здесь очень классный вард. Есть вот команды FiveFever. Должны здесь видеть Никса. Не палятся. Не палятся, что видят Никса Сасина. Смурф не реагирует. А вот теперь посмотрим, Никс, как можно с тобой поговорить. Фессура закрывает у нас у Хаю. У Хаю под Карапасами пытается отсюда уйти. Еще один удар от Тавра. И у Хаю должен умирать. Нет, у Хаю выживает. Смурф сыпется под статик-штормом. И Полосон тоже может здесь отъехать. Глимс назад. И у Хаю отомстил за все, что хотели сделать с ним. Как же неприятно здесь команде FiveFever случилось. Они сделали все очень круто. Все было классно. Если бы не эти Карапаси. Надо было немножко раньше кастовать эту фиссурку как раз под Скьюер. Чтобы Никс просто не вышел из стана. Тогда и Тауэр надамажил бы и сами. Все не застанились, не получили. А так Шоквейв ударил нас в очередной раз. Магнуса. Магнус отъехал и отъехал Шейкер. Два просто обычных... Ничем не отвеченных фрагов. Ну, Чибикса уже есть. А Бутсов Тревел уже у него есть Боттл. И терроризм выходит совсем на новый уровень. Теперь Чибикс будет заниматься полетом по всем точкам карты. И там за счет машинок пофармливают все, что необходимо. А те, кто не разваливается у нас от марша машинок, где-то наступают на 5-6 мин, которые Миракл... Миракл заботливо расставил по карте и тоже отъезжает в Товер. Чибикс вниз. Смотрим, фарм в любом случае повысится у него теперь. Давайте глянем по Нетворсам, как дела. У Вайпера 5200 общий Нетворс, 5000 для Тролл Варлорда, 4600. Магнус. Мидлейн Магнус 0111, кстати, когда у него Чибикс на четвертом месте. У него 1-0-0. Ну и 41 на 2 Крипстат. Скоро это все изменится и намного изменится. Гораздо, и разумеется, в лучшую сторону тем более. А ПТ есть у Квапы, уже есть ринков Базилус и 1500 для Эзеры на руках. Пока ничего не приобретал, но есть вариант, я думаю, выходить у нас в Оркит. Затыкать есть кого. Зевс тут вообще первый клиент на отъезд в Таверну после Оркида. В принципе, я думаю, Эзера не хуже меня это понимает. Ну и все. И так просто. Так просто развалили у нас Дизраптера. На полос она сразу же врывается у нас Вайпер и вырывается у нас Ухай. Кстати, катка-то и это. Вот как я все, все-таки информация стала на свои места. Тим Малази, я так понимаю, катку начинают с счета 1-0 в их пользу. Потому что свалились они из какой-то другой сетки. Насколько я могу судить, просто из ниоткуда упали на голову 5-5, которые победили 2-0 Арканус. Я не знаю, фейл это ошибка или нет. Или все-таки... Сейчас, одну секундочку, точно вам скажу. Ну да, 1-0, все правильно. Малазийцы 1-0 в этой игре ведут заведомо еще. На Джоиндоте, на всех ресурсах ESL отображено, что Малазия первый матч выиграла. Хотя, по факту, этого матча не было. Просто Малазия начинает с счета 1-0. Потому как, я не знаю почему, собственно, как. Но, тем не менее. 5-7 надо выиграть 2 игры. То есть, если сейчас проиграть, то Малазийцы идут дальше. То есть, это Best of 3 со счета 1-0 в пользу Тим Малазии. У Шейкера 112 по золоту на руках. Очень мало денег. То Шейкер у нас и не фармит. У Чибикса появляется Soul Ring. Есть No Talisman, есть Bottle. Конечно же, есть Boots of Travel. Чибикс пошел у нас фармливать все линии. Десятый левел уже имеется. Так, это надо смотреть. Такое пропускать нельзя. Опять это делает... Опять это делает Течис. Просто даблкил одним с Кьюером. Магнус отправил ребят на мины и все развалились. Дизраптор еще сделал дополнительный шаг. Надо просто посмотреть вообще, как там дела будут у Вайпера. Сможет ли он ему помочь хоть как-то. Не смог. Только сам рассыпался. 7-5 отчет. И опять же, такие фраги, что ты фиг вообще на них переключишься. ХП сваливается моментально. Просто надо, я не знаю, даблкликом на мины переключиться. И стоять смотреть, когда на них кто-нибудь наступит. Так, Миракл. Заведомо надо посмотреть, где там мины. И куда вообще может у нас наступить команда Малайзия. Пока только на мидлейне вижу мины. И ремонт майн. Бочонок еще один стоит тоже на мидлейне. Ну и здесь 4... Мины от Течиса тоже стоят. Сразу 3 игрока команды Малайзия на нижнем лайне. Здесь дабла из Смурфа и Полосона. У Магнуса есть РП, у Смурфа есть Эхо Слэм. Сбивают даггер у нас Магнусу. Прилетает сюда Течис и быстрее, быстрее в рассыпную Малайзия бежать за Тауэр. Кто-то вообще за Т2 даже бежит. Джонни, какой же ты трусливый. Побежал Джонни на базу Регени Тьману. Так, у нас выход на Чибикса. В спину влетает Чибикса. Рейли на Аксесс от Чибикса. Ну и... Ой, точнее от Куху и... А Тинкер не вывозит такое количество дэмэджа. Здесь Эквапа неоднократно сыпалась от данных спилов Охайо. Эхо Слэм. Ну куда же ты, Смурф, а? Эхо Слэм тоже у нас в Карапасе. Неужели нельзя было ожидать, что... РП, СК, все это будет в Карапасе. После этого Карапасе, точнее, Охайо провязает. Ну и Смурф в итоге... Там, в принципе, с Эмэхо Слэмом много дел не сделал, но Никса забрали. Правда, потеряли Тинкера и Течис у нас на мид лейне умер. Сейчас узнаем как. Дизраптор забрал у нас Течиса. И, как я понимаю, да, Статик Шторм под ноги. Никакого суицида, ничего такого быть не может. Муши пошел разбивать мины по лесу. По-моему, как неприятно ходить по минам. И команда Малайзия уже прекрасно это поняла. Давайте по вещам пробежимся, пока у нас небольшой тормоз в игре. Миракл, Солринг, Транквил Бутсы, Портал и на Мидас выходит постепенно Миракл. Шейкера. 300 по золоту, Солринг, Тапок и Ворды. У Магнуса есть уже Форстаф. Это все после Блинк Даггера. И Боттл вместе с Бутсов Спид, Мэджик Уондом и ТП. Квин оф Пейн приобретает себе поинт-бустер. 1700 на руках у Язеры. Готовится выйти, как я понимаю, в Аганим. ПТ есть, базилка есть. У Тинкера есть 1400 после Бутсов Тревел. Так, выход у нас пошел на топ-лейн. Охайо ловят, просветили Охайо. Ну и Язера не должен отсюда отпускать. У нас Охайо без маны Язера не может, в принципе, ультануть здесь. Но неужели уйдет? Нет, Никсасасин у нас разваливается. А в это время Роха падает для команды Дайер и Тролль Варлорд. Все, что необходимо было сделать, сделал. Забрали Рошана, Эггис. Отходит у нас для Куху. Течис приносит себе Хенд оф Медас. Теперь у Миракла дела по экономике будут поприятнее. Муши находит у нас Течиса сразу же. Истерический взрыв у нас от Миракла. Миракл отправился в таверну, это ненадолго, скоро вернется. Муши не разорвало, конечно. Тут вроде четвертого, нет, третьего левела. Суицид. Муши не хватает. Если Муши не хватает, то никому, в принципе, не должно хватать. Хотя Зевс может где-то там и подмрет. От суицида. Так, кецы кембауна. Свайпер Страйк пошел в Полосона. Полосона ЛУХП. Ракеты от Чибикса. Сжирают у нас просто-напросто Магнуса через Статик Шторм. Чибикс тоже у нас разваливается. Ну и неприятно. Как же неприятно команде 5F. 10-9 что-то становится. Дизраптор отсюда убегает. Все, свое дело сделал. Ультанул и бежать. 9-10. 20 минут сыграно. По золоту. Тим Малайзия 4 с копейками. По экспириенсу 3 с лишним. Меркл поставил мину и бежать отсюда. Все-все просто. Все гениальное, конечно же, просто. Такая реализация. И крипов уже нет. И Куху должен танковать Тавер. И теперь Вайпер должен танковать Тавер. Короче, чудеса. Давайте по команде Малайзия пробежимся. По артефактам. Есть Мека у нас у Вайпера. Есть Яша. Базилка, ПТ. И, по-моему, еще что-то летит в Курьере. Да, целый Манта Стайл у нас уже для Вайпера. На 20-й минуте, по-моему, очень много. По Нетворцу Вайпер на втором месте. Всего лишь на 100. Отстает от тролль Варлорда. Яша есть у нас у Куху. Фейсбот сумеется. Доминатор есть, Аквила и 3-100. На руках у тролль Варлорда. Уже либо Манта Стайл может быть приобретен, либо это будет Сенжин Яша, не знаю. Куху в курсе, ему виднее. У Джезраптора есть Огр Клаб. Это так просто укомплектоваться. Дальше, скорее всего, появится Аганим. Весьма важный артефакт. Так, культа пошла от Зевса. Нашли, где стоят игроки команды 5F. А Смурф на лох и П. Куча ремонт май. Поставили, обезопасили. В принципе, мины бочонки от того, чтобы их заданали за счет центри Варда. Квапа забирает Дезраптора. Полосан будет лигнаться за Джонни? Где Даггер? Даггер через секунду откатится. Все, в принципе, Магнус уже с Даггером и с Форстафом. Видят здесь Вайпера. У Вайпера есть Вайпер Страйк. Есть Манта Стайл. Тут попробуй с ним вообще разберись с этим Вайпером. Ну что, разменялись один в один. 10-11 становится счет в пользу команды Малайзия. Меркл не устает здесь все минировать и минировать и еще раз минировать. Ну и пачка крипов становится бесполезной. Просто с руки добивай или даже так, как Магнус решил. Утроля все-таки Манта Стайл появился. Ну, наверное, не лишний, потому что видели, как действуют со своими иллюзиями. Мивайпер просто юзает Манту и отправляет иллюзии разведать территорию. Если там мины, взорвется ли у нас иллюзия. И та же история будет с Вайпером, с тролль-варлордом. То есть дополнительные две фигурки, которые могут прочекать территорию. И спокойно после этого можно уже реальным героям заходить. Охайо, Виндети. Пошел искать Миракла. Ульта от Зевса и все это, понятное дело, что для разведки. Вот теперь, кстати, Охайо может нарваться. Ой, как нарвется. Миракл, беги отсюда. Геосептор надо Мираклу. Надо что-то делать вообще. Надо как-то избавляться от этого. Или Еул. Ну, не лишним. Все взорвалось. Все взорвалось на Зевсе. Ну, что такое? То на Охайо переключишься, то еще на кого-то. И нифига не успеваешь. Зевса привезли. И шесть бочонков не пожалели на одного несчастного Зевса. Его, мне кажется, два-три бы хватило с головой. Ну, все решил взорвать у нас Миракл. Что, в принципе, тянуть? Для того бочонки ставятся, чтобы взрываться. У Смурфа до Даггера еще собирать и собирать. У Магнуса. Так, врыв у нас пошел на Шейкера. Кенетик Филд поставили. Туда же Статик Шторм под ноги. Ну и Никс Асасин забирает этот фраг. 13-11. Там малазийцы по золоту сильно должны уже опережать своих соперников. 7,5 по голде. По экспириенсу семерка. Тоже для Тим Малайзия. Тролль Варлорд занимается фармом, фармом и еще раз фармом. Куху практически не дерется. У него 0 смертей, 0 убийств. 6 ассистов есть для Куху. Зато 175 крипов уже на 24-й минуте. Этого правда много. Как там Тинкер поживает? У Тинкера есть Даггер и 1000 сверху для Чибикса. Тролль с хайграунда разваливает у нас кого Течиса. Просто разбили вообще. Полный щит. Там не засуицидишься толком, потому что тролль очень быстро бьет. Очень сильно дамажит. И техник теряет в принципе свою актуальность. Потому что счет 5-5 на мины. Команда Малайзия не наступает все-таки. И в пабах уже давным-давно научили контрить данного персонажа. Не такой уж он и злостный кажется. Ну а на профессиональной сцене, тем более азиатская дота. Пунктуальные дотошные азиаты, которые постоянно, постоянно, постоянно пытаются контролировать любой из моментов. И вот в вопросах контроля, в вопросах собранности и ответственности за каждый свой шаг, я думаю, Азия у нас все-таки на первом месте. Шейкер в это время забирает тролль Варлорда вместе с Магнусом на топ-лейне. Вышли и расковыряли тролля. Я думал, Шейкер потратил у нас эхо-слэм. Нет, через фиссуру все делалось. Под смоком команда Малайзия. Готовится на отходе ловить команду 5-5, ну тут не такие уж глупые ребята. Все через ТП. Улетели как можно дальше. Ну и Курьер погибает. Курьер команды 5-5. Поймали на мид-лейне еще раз. Течиса и Течиса идет 5-6. Курьера нет, Течиса нет. Это все, нет пути, нет будущего. Ну, Чибикс хоть как-то пытается отковыряться. В принципе, такой герой, что можно организовать ответный пуш. Можно и пофармить, в принципе, неплохо. И примерно этим Тинкер занимается. Но то, что в соло Тинкер сможет вывести, вряд ли. Да, двоих. Одного-двоих героев точно сможет исключать. Например, Зевс для него станет лакомым кусочком. Догон, наверное, с Этериалом тоже уже не лишний. Тут эту игру надо за уши вытаскивать. Потому что ее команда Малайзия выигрывает достаточно прилично. На 27-й минуте 9 по золоту и 7,5 по экспириенсу. Это проблемно для команды 5-5. И такие герои, которые переломали бы ход игры, я их в составе команды 5-5 не вижу. Ну, не Магдусу это делать и не Квапея, это точно. Тинкер может быть, но это долго и методично. Какой-то один файт, разве что, выиграть можно за счет Течиса. Но для этого команде Малайзия надо как-то, я не знаю, или напиться в процессе игры, или еще как-то потерять бдительность. Пока что они не кажутся мне теми, кто может взять и в пятером, например, зайти на кучу ремонт майнов. Это даже смешно звучит. Если они не делали этого в начале игры, то к лейту тоже это вряд ли возможно. Полосон на лоу хп бежать отсюда. Произвал стики и бежать. Ухайо. Если б стиков не было, Полсон бы у нас развалился. Ухайо, кстати, под Соник Вейвом валится. Ну и дальше можно за Вайпером гнаться. Хотя здесь недалеко Джонни. Никс Ассасин отъехал в таверну. Один в ноль размет. Зацепили здесь еще и Зевса. Язера вместе с Виссурой от Шейкера. 14-15. Где-то что-то по золоту, но отыгрывают 5-5. 2 тысячи по голде. Чуть-чуть больше так. У нас кто-то сыпется. Шейкер, кто там сыпется? РП по двоим. Бочка здесь. Стоишь Язера. Да покричи же ты. С Кенетик Филда выходит у нас Язера. С Кремов Пейнкуху должен разваливаться. Чибикс тоже здесь. Минус 4 на разных вообще частях карты. Вот это я понимаю. Полосон обалденный. РП по двоим. Полный рассказ. Под Эмпауэром еще и по голове настрелял просто. По-моему, Скювер разве что не юзал Магнус. Там вроде как на МПшке уже не хватало. Появляется Митрилхаммер и Огр Клаб. Для Полосона в БКБ выходит Магнус. Чибикс уже приобрел себе Поинт Бустер. Ого. А ну-ка, а ну-ка. Куда это? Ну, куда? Наверное, все-таки в Бладстоун. Будет выходить у нас Чибикс. Почему-то подумал, что там... Ой, не лишним был бы Аганим собрать. По-моему, Аганим... Да, Аганим позволяет две ракетки пускать у нас и два лазера. Никс бежит за Смурфом. И Смурф вряд ли отсюда уходит. Пошла ульта от Зевса. И как раз вот под это Смурф. И еще одна верхняя от Джонни. Забрали Шейкера. Нашли самого слабого. Два, три, четыре у нас идет Шейкер. И счет становится шестнадцать-шестнадцать. Приобретает Бладстоун себе Тинкер. Вот, пожалуйста. Теперь мано-реген будет приличный. Там два-три килла. Даже пускай не два-три, но там пять-шесть киллов где-то рядом с Тинкером будет уже и на базу. Не так критично будет летать. Раскастов будет куча. Пока реармится. Пока вылетают одни, другие скиллы. Пока там блинки туда-сюда. Собственно, сто-двести маны отрегенится должно. Магнус уже в кустах ждет. Вместе с Язерой ждут, что кто-то придет дефать. А кто-то ведь должен прийти дефать. Тинкер уже сюда идет. И Роха падает опять для команды Малайзия. Тролль Варлорд забирает Аэгис. Чибикс на том плейне. Банит, байтит на себя, как я понимаю. Должен улайн подпушиться. Надо дальше по кустам, в принципе, шагать команде 5F, чтобы сюда где-то под Т2 врываться. Пока не улетают. Под Эмпауэром Полосом. Да, Эмпауэр на Язеру. Не жопься ты. Куху. Должны ловить Куху. Будет ли врыв и РП? Ну, должно быть. В принципе, фулл-раскаст на Куху не жалко. Хотя у него есть Аэгис. Как только они дают фулл-раскаст, могут и сами здесь развалиться. Надо еще и еще и еще. Все, прочекали, где находится команда 5F и все бежать в рассыпную. Попал у нас. Блинк-аут и ТП-аут на базу. Не удалось. На то он и Зевс. В принципе, чтобы проверять, где кто стоит. Чтобы такие вот... Такая реддота... Не имела места быть вообще на карте. Чибекс 800 по золоту. У Вайпера... У Вайпера Тараска прилетает Вайперу. Ну, Вайпер теперь вообще неубиенный. Ему сюда еще чуть-чуть, я не знаю, в деф, например, какую-нибудь Кераску. Тоже не будет, наверное, лишним. И для команды, и для всех. Ну, и сейчас Вайпера очень сложно пробить. Во-первых, 2500 по ХП. Во-вторых, коррозив скин, который не дает возможность бить в полной мере. Который и тебя еще дамажит прилично. Ну что? Есть ли Вижен? Наткнуться ли? Гем есть у Охайо. И должны знать, что здесь мины. Все очень просто. Охайо здесь ломает игру. И надо Никс Ассасина ломать как можно скорее. Оставлять без гема команду Малайзии. Если еще все еще теплится какая-то надежда у команды 5-Eva. Что-либо сделать с этой игрой. Напомню, что им игру нельзя проигрывать. Они начали со счета 0-1. Дальше ничего, дальше дно. Дальше плохие компьютеры и лагающая дота. Где-нибудь в другом турнире. Ульта от Зевса. Поняли, где кто находится. Никто не в опасности. Можно дальше фармить. По артефактам. Давайте пробежимся. У Дизраптора урна Огр Клапы и Транквил Буцы. У Вайпера у нас уже 900 после Тараски. Также здесь Монта Стая и Мека. Мы ее видели. У Куху. Практически собранная... Собранная Скадия. Ой-ой-ой, как неприятно. Три пачки машинок и вообще подойти невероятно сложно. Пойдут ли у нас в обратку игроки команды Малайзии, это действительно вопрос. Тут, в принципе, Течиса законтрили. Один вард, точнее, один гем решает все вопросы абсолютно. Ходим, если пушим, то ходим рядом с Никсасасином. У него есть гем, и он, в принципе, спасет. Вот. Вопрос Течиса тоже вполне контрим. 2-3 Блэйдмейла, и что ты вообще с ним будешь делать, непонятно. Ну, пока пушить под машинками очень сложно. Но то, в принципе, у нас Тинкеры и Тинкер. Порегинился, похилился, надо бежать на топ-лейн. На ботом-лейн, точнее. Нет, прилетает у нас на Т2. Чибикс. И догон появляется для Никсасасина. По хардкору пошел у нас Ухайо. Классическая паб-сборка на Никсасасина. Правда, Даггер сюда не вписывается в классическую сборку. Но вот догон на Никси обязательно. Ну и правда, немножко Ухайо постоянно не хватает. Чуть-чуть где-то по копеечке. Ну что, будет ловить у нас Тинкера? Не получилось. Супер-лох. Ухайо не попадает. Хотел сразу же под раскаст... Точнее, под появление Тинкера сразу же провязать МПЛ не получилось. Чуть-чуть по таймингу провалился. Ульта от Зевса. Зашли на хайграунд. Зашли только иллюзиями. Бегает еще здесь и Вожак Волков вместе с Тролль Варлордом. Дарит ему большое количество дэмэджа. Выходят на... Выходят у нас на нижний лайн. Таггераут. Отсюда Тролль Варлорд и быстрее бежать. Надо всем подставиться под Риверс Полярити. А дальше Магнус должен всех привести на Ремоут Майн. Для этого они здесь поставлены. В это время у нас Язера разваливает Дизраптора. Ну и убегает отсюда. Взрываются одни бочки, взрываются другие. Ну так попробуйте Вайпер расковырять. В это время на нижнем лайне здесь полная облава. Вообще бесполосно. Попробуй подерись. Вайпер на ЛОХП и выживает. Течиса быстрее бы отсюда убежать. Миракл. Беги отсюда. Здесь в это время падает нижний лайн. Выкупается у нас Квапа. Эхо Слэм пошел у нас от Смурфа. И маны на Фиссуру просто не хватает. Ну и все. РПшку в никуда у нас Магнус там отправил. Но это все было на Вайпере. Ну и Страта. Страта провалилась. Не надо было реагировать на ТТ-2. Пес вообще с этим Т2. В итоге Т2 не потеряли. А линию почти потеряли. Зато убили Никс Асасина. Забрали Гем. Наконец-то. 20-17 счет. Минус 4 делает Файф Эва. Но проблема команды Файф Эва в том, что с каждым заходом у них все меньше и меньше остается строений на хайграунде. Когда у них речь зайдет о троне. Там собственно и засуицидится. Малайзия может без вопросов. Если трон... Когда речь дойдет до трона. То есть пока что по одному тавру, по одному бараку. Но кусочек за кусочком откусывают. От всей базы команды Файф Эва. Дальше так продолжаться не может. Потому что рано или поздно строение закончится. Магнуса есть БКБ. Один раз уже Полосон провязал БКБ. Вот РПшечку бы здесь внизу аж просилась. Т1 по миду. Наконец-то созрела команда Файф Эва спушить Т1. И не дадут им просто так его спушить. Тут дэнаить будут. За Полосона погоня. Все, Полосона отогнали. И Тауэр скорее всего сейчас задэнает. У Вайпера появляется Хиппер Стоун. Да, все-таки, я так понимаю, Вайпер будет в Керасу у нас выходить. ХП куча, коррозив скин. Плюс Кераса дает огромное количество дефа. Ну, тут Вайпер станет просто неубиенным руками. Хотя на Тоун и Течис. Чтобы как-то, не прикасаясь руками к Вайперу, его же и разваливать. Течиса забрали на мидлейне. Как им это удается сделать? А, все так просто, все так легко. Команды Малайзия. Миракл вообще сейчас не дееспособен. Хотя, да, и Аганим есть, и мины дамажат очень сильно. И КД на них небольшой. Все, в принципе, великолепно. Да и бросать эти мины можно чуть ли не на полкарты. Ухаю с новым гемом. У Квапы старый гем. Но зато теперь ухаю палят, и ворды палят, и все, в принципе, что есть. Команда Малайзия невидимого. Команда 5-5 может уже обозревать. До сих пор стоят мины. До сих пор охраняют они рейнджевой барак. И ждут. Врыва от Полосона ждут РПшки и Скиуэра. Как раз на эти самые мины. Но это было бы великолепно, если бы это внешне посмотреть. То, как это происходит. Через секунду появится у нас Рошан. Вот, собственно, и он. Но Эггис, по-моему, так никто и не потратил. Тинкер пытается уйти. Ухаю сразу же в него. Как же легко все это делается через Карапаси. Просто входишь в пачку машинок. Подрубаешь Карапаси. И все абсолютно обрезаешь у нас Тинкеру. И попытку улететь. И какой-то вменяемый рассказ. Да. БКБ, по-моему, очень необходима у нас Тинкеру. Хотя БКБ-то был. Просто Тинкер летать, юзать БКБ на отлете. Но это было бы немного странно. Так, в файтах, конечно, Тинкер у нас уже были с Блэк Кингбаром. Но он совсем недавно появился. Вот я вижу 10 секунд. И ни разу еще не юзанный. Так что это я не подсмотрел. Это я сам придумал. Врыв у нас Куху. РП по нему пошло. Смурф пока без Эхо Слема. Но тут уже без Эхо Слема не справится. Куху еще и Смурфа разваливает. И Ясеру может развалить. Ёй-ёй, как же неприятно здесь команда 5-5 в Австреала. Просто бедняги. Полосан дальше за... Точнее, за Полосаном дальше шел у нас Охайо. Убили все-таки Тролль Варлорда. Но потеряли и Шейкера, и Квапу. Причем и Экспириенс она получала у нас еще и Тролль Варлорд. Ну, размен, в принципе, равный. И даже больше в пользу команды Малайзия. По Экспириенсу, видите, абсолютно равный размен. Абсолютно. Одного разменили на двоих. И оно действительно... Наверное, того не стоило. Потому что размен вышел равный. Но иллюзии у нас мины, как я понимаю, не палят. Это было бы вообще смешно, если бы гем у нас на всех юзался. Через бочки, в принципе, Течи сможет и... От крипов-то защищаться. Это не проблема. Тут даже, может, и мега-крипы не станут... Большой проблемой для команды 5-5. Нет таких серьезных ДДшников, которые могли бы... Разобраться у нас соло с тем же Троллем или Свайпером. Расскажите, кто там что вообще? Ставили ли на команды? Те, кто у нас в чате, обращаюсь к вам. Зрителям нашим многоуважаемым. Ставили ли на команды? И кто там сколько поставил? Есть ли у нас сумасбродные ребята, которые поставили огромную сумму денег на эти коллективы? Было бы интересно послушать, посмотреть. У Муша уже есть поинт-бустер, есть Огрклап и полторы тысячи всего лишь остается до Аганима Вайпера. У Вайпера после Хипперстоуна еще 1200 на руках и полностью собранная Кераса. Нет-нет-нет, не полностью. Осталось на рецепт насобирать у нас Вайперу. Там осталось просто копейки насобирать. У Зевса есть поинт-бустер, есть даггер, есть форст-став. Джонни постепенно выходит в Аганим. И уже третий дагон для Никс Ассасина. Ульта от Зевса. Чекнуть кто где. На Смурфа попинговали. Бежим типа все сюда. Но Смурф должен понять, что он дальше всех. И бежать скорее всего будут за ним. Смурф уже один ТП себе приобрел. Я так понимаю, будет сейчас улетать и забирать ТПшку с базы. Когда придут к Шейкеру, когда в Венгете у нас зайдет, например, сюда Никс Ассасин, будет поздно слишком юзать блинк и пытаться улететь. Смурф это понимает, но пока до сих пор стоит здесь. Почему, зачем, непонятно. Фиссура. Блинк аут. И ушел, и ушел. И ловят его, и пытаются поймать. А Смурф, в принципе, на себя внимание хоть немножко, но отвлек. Дал Фиссуру, улетел. Все, здесь уже без бочек. Нижний лайн 21-21. По золоту. Малайзия 11 тысяч, по экспириенсу десятка, тоже в пользу команды Малайзия. У Дезерапторов всего ничего там остается до Аганима. У Куху уже есть Блэкинг Бар. Правда, положить его пока что некуда. Аэгис лежит в Итамбилде тролль Варлорда. Пропадет Аэгг, появится БКБшка. Хотя вот летит Курьер. Летит и кому он, в принципе-то, летит? Это Куху вообще? Да, это Кухушный БКБ. Летит здесь Курьер, просто останавливается, если вдруг убивает у нас тролль Варлорда. Курьер, как я понимаю, сразу же вкладывает в него БКБ. И тролль Варлорд встает и с новой силой разваливает всех на карте. Ну и стесняются игроки команды Малайзия заходить на хайграунд, потому что знают, что что-то где-то может их ждать. Никсу тоже первому на хайграунд заходить неприятно. Здесь есть Зевс, надо Зевсу подходить. Но только подходит Зевс, вылетает на него полосы, но и на Скиури увозят на хайграунд. А там уже черти что с ним может быть. Так, Яцекомба у нас вытаскивает на хайграунд. Соник Вейв не вожий, и он выживает. И он не умирает. Цирр не успел провязать в итоге у нас Вайпер. Стан, по-моему, там был от Течиса. На нижней лайн сразу же перемещается Куху. Нижнюю линию забрали. Топ лейн стоит. Мид лейн тоже стоит. Забрали у нас тролль Варлорда. 22-21. Ой, тролль Варлорда. Вайпера, конечно же. Тролль Варлорд у нас Ред Доту на нижнем лайне устроил. 2000 по золоту забрали в итоге. Коллектив Файфэева в этом файте. Ну и чуть-чуть-чуть-чуть где-то отковырялись. Правда, пока что колоссальный упадок у них по золоту. Ждут, ждут, ждут. Как только подходит у нас команда Файфэева. Как только у нас подходит команда Малайзия. К хайграунду сразу же кто-то вылетает и затаскивает на хайграунд. Любого из обнаглевших игроков. Ну и тоже попробуй зайди на хайграунд. Куча машинок. Но здесь надо думать о блейдмейлах. Это 100%. Проверенная работающая комбинация. Блейдмейлы и миссии. Но, наверное, именно для этого. Течис у нас собрал БКБ. Где... Течис, Течис, Течис. Течис, нет. Тинкер, конечно же. Где, кстати, да. БКБ есть. И БКБ 9-секундное у нас для Чибикса. Так что должен переживать. Не, не просто. Просто какая-то оборона Сталинграда. Малайзия не может зайти на хайграунд. Так, у нас куху. Провязал ульту и бежать. Собирается хотя бы Эггис разменять. Хоть во что-нибудь. Хоть как-то какую-то пользу сделать. Вот с полученного Эггиса. А в итоге-то куху у нас может и просто под физурой сгнить здесь. Под машинками всеми. Ну и нет возможности Чибиксу вообще с базы вырваться. У него Блатстоун уже семизарядный. Куху на лоу хп. Но здесь хоть умри. Умирает у нас куху. БКБ от Полосона. Сейчас будет РП и быстрее ехать. РП сразу же. Куху надо вести на базу. У нас QR просто не хватает маны. Куху нас выталкивает. И Куху на разворачивается. Начинает бить Охайю. В это время убивает у нас Шейкера. Шейкер не провязал ульту. Выкупаться бы Шейкеру. А есть ли вариант вообще? Нет, никакого варианта. У Шейкера нет денег. Тут Тинкер уже придется. Тинкеру вместе с Тетчисом справляться. В Кондропуш тоже не пойти. Некуда вообще у нас протепешиться. Чибикс. Машинки, машинки. Еще раз машинки. БКБ провязал Тинкер. Куча машинок. Правда Т1 сгрызли. И разваливает с хайграунда. И это будет нон-стоп. Т3 стоит на топ-лейне. Т3 на мид-лейне. Разрушили. Нижней линии уже нет у команды 5-эва. Ну и потихонечку, по чуть-чуть, то иллюзии отправят, то еще какую-нибудь ерунду. То тролль, то вайпер не заходят сами. Так, Соник Вейв у нас от Язеры. Но здесь через Аганим быстрый КД. Это все просто отбиваться от крипов. Надо чуть-чуть, потихонечку, позволить своим крипам выйти с базы, чтобы хоть как-то где-то куда-то затепешиться. И там хоть кого-то убить. Куху отсюда не уходит. Джонни тоже отсюда не уходит. Крипы валят на них. И потом крипы валят на команду 5-эва. Они, в общем-то, и фармят. Но есть ли вариант выйти? Куху под БКБ. На Тауэр. Глиф сразу же проезжали. У кого дольше БКБ, но у Куху-то БКБ. Через минуту откатится. А здесь еще 5 минут не будет Глифа. Все, Куху возвращается. Пошла ульта от Зевса. На половине ХП все. Чибикс под БКБ. Куху разваливает Т3 на топ-лейне. Миракл готов уже суицидиться, как я понимаю, у нас на Куху. Охайо прыгает у нас на Миракла. И подкоп просто в никуда. Ну и на Миракла сможет ли ультануть у нас Миракл. Да, Миракл у нас за суицидился, как я понимаю. Нет, Зев забирает у нас Течиса. И все, забрали только Тролль Варлорда. Потеряли Течиса. Но при этом потеряли мид-сторону игреки команды 5-эва. И топ-лейн тоже развалили. Забрали Т3 на топе. И стоят голые бараки. Тут одним Чибиксом вообще никак не справиться. У него на дэмэдж маловато всего. Геосептор, машинки, 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 реарм, машинки. Больше Чибиксу шансов как-то отбиться никаких. 47 минут сыграли. По золоту 13 тысяч команда Малайзия выигрывает. По экспиренсу десятка тоже в пользу команды Малайзия. Ну, Чибикс, хоть немножко, хоть немножко может отойти у нас от собственного хайграунда, точнее. Спуститься вниз и пропушить. Пропушить топ-линию, может быть, нижнюю линию. Ну, крипы пошли. Тинкер дальше, 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 дальше. Увидел здесь вайпера и бежать. Кстати, вот сейчас на вайпера может влететь у нас Тинкер. Нет, все нормально, Чибикс. Машинки, реарм и еще одни машинки надо бахнуть. Все, и крипы начинают дальше пушить. И с ними еще и бегает вайпер. Этериал появляется у нас наконец-то для Тинкера. Это уже хорошо, уже можно тролля выключать и можно выключать вайпера. БКБ нету вайпера. Скорее всего, вайпер будет главная цель у нас. По демиджу наваливает вайпер очень знатно. Так, на топ-лейне стоят бараки, на нижнем лейне и на мид-лейне бараков уже не имеется. В команде 5-фейва ни в коем случае нельзя слиться. Смур, фиссура пошла по муше. Сюда летит Чибикс. Прыгай дальше, Чибикс. Прыгает у нас за муши. Реарм и еще одна попытка у нас забрать муши. Но муши заберут тут, понятно. БКБ и лететь отсюда, Чибикс. Нет, погонит у нас ухайо. Дальше Этериал и еще один килл от Чибикса. Черт возьми, как же классно Тинкер отыгрывает. Топ-лейн сыпется в это время. Тинкер, возвращайся назад. Полосан у нас через Кьювер. Кецакэмбу приваливает к своим ребятам. Ну и 5 секунд он будет стоять в стане. Сделайте хоть что-то. Чибикс, где Этериал? Сыр съедает у нас Вайпер. Вайпер на фулл ХП. Хотя Вайпера и нормально, в общем-то, бьют. Куху здесь. Здесь опять же Полосан. Нет, просто маны на РП. Эхо Слэм пошел от Смурфа. Ну где же Риверс Полярити? Полосан, сделай хоть что-нибудь. РП появился. Куху надо ловить. Ловит Куху. Ловит здесь Кецакэмба. И где Тинкер? Тинкер скорее сюда. Куху скорее всего догонят. Язера приходит сюда. Чибикс дальше бежать за Вайпером. Вайпер тут тэп-аут не сделает вообще никак. Надо гнать его вообще как только можно. Видит, куда полетели ракеты. Дальше за ним. Вайпера должны забирать. Скорее всего заберут. Этериал. Пошел у нас по Вайперу. Соник Вейв от Язера. Вообще нифига не жалею. Тим Вайп со стороны команды 5-5. Да, там умирали, умирали. Еще раз умирали. Все, потеряли все стороны. Мега-крипы. Окей, бочки Соник Вейвы теперь просто надо пропушить хотя бы одну из сторон. Дефать против мега-крипов команда 5-5 не сможет. Да, здесь можно с бочками разбираться. Еще с чем-то. Но тут только Миракл зацепят. Только где-то в окружении крипов он появится. Сразу будут проблемы. У нас... Кто такой умный? У нас Муши нарисовал здесь полосу, за которую не будет выходить команда 5-5. Я так не думаю, потому что если не выходить за эту полосу, лучше уже тогда не выходить за эту полосу и с фонтана не спускаться. Надо пытаться контр-пуш или что-то еще придумывать. Через Соник Вейв, наверное, просто у нас будут крипы сейчас уходить. Язера приобретает себе мою стром. Понимает, что руками придется отбиваться здесь. Ну, один несчастный пуш от команды Малайзии будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Курьер Редиентов у нас развалился. Как же неприятно. И Курьер вместе с Энерджи Бустером для Полосона. Вместе с Хиппер Стоуном для Язеры. С Мьолниром уже готовым для Язеры. Да, здесь Малайзия сделала все великолепно. И кто это убил Курьера, я так не смотрел. Но Курьер был убит. Курьера не будет 2 минуты 30 секунд. Это критичный 2 минуты 30 секунд. Сейчас падает у нас уже 150-й Роха подряд. И, собственно, ничего хорошего это для команды Файфова не означает. Как ни старался у нас Тинкер. Как ни классно заходил у нас в начале игры Тэчис от Мирекла. Все-таки команда Малайзия тоже не первый день в доте. И прекрасно знают, как контрить 1, 2, 5, 10 стратегию. Кстати, еще и постройка от Язеры. Минус 25. Называется постройка в виде Тэчиса. В данном случае так и получилось для команды Файфова. Понятное дело, что это лобби. Тут никого ММРа. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, проиграли игру. И, ну, можно уже говорить, наверное, об этом. Потому что лично я не вижу шансов для команды Файфова как-то эту катку вытащить. У Полосона есть рефреш-рор. У Магнуса просто не хватает маны на всю эту ерунду. Поэтому ему летел Энерджи Бустер. Как раз для Аркан Бутсов. Еще полторы минуты. Продержаться полторы минуты до появления Крипа. Чтоб там Йолнир был. И можно было дабл-расказ сделать от Магнуса. Или кто-то, я не знаю, должен у нас того же Магнуса сэвить. Так, уху у нас, кстати. Нормально так под Этериалом расковыряли. По топу заходит Охайо. Охайо третий догон. БКБ есть. Есть Даггер. Даггер всего дофигища вообще. Какая же здесь серьезная осада. Здесь от Чибикса и от Язеры зависит абсолютно все. Вообще благосостоять. Да вообще жизнь команды 5F зависит сейчас от Тинкера и от Язеры. Потому что у него есть тот же Мэлстром. Который молниями хоть как-то дамажит большое количество крипов. А не по одному так. На Кецакэмба обрывается у нас Чибикс. Чибикса догон уже третьего левела. Дальше не пошел у нас за Вайпером. Чибикс отсюда уходит. 12 зарядов есть. Ну тут уже иллюзии просто. У нас через Этериал Чибикс разваливает. И боятся подойти команда в Малайзии. Что ж такое сейчас? Где Курьер? 20 секунд до восстановления Курьера. Полосон сможет, главное, до Курьера не врываться. Не врываться, не давать возможность команде Малайзия спровоцировать себя на файт. Так, ухай у нас Полосона и Полосон без байбека. До свидания, Полосон без байбека. Это, по-моему, конец. И действительно, это ГГ. Не дождались у нас Курьера. Но дождались того, что отъехал. В итоге Магнус. Чем контролить, как держать, непонятно. Понятно. Кец и Кымба ковыряют у нас Т4. Т4 рассыпался. Чибикса поймали. Чибикс под БКБ был. И БКБ закончился. Через Этериал что-то, где-то, как-то, как-то на кого-то наковырять. Нет, все это бесполезно. Чибикса, скорее всего, поймают. Ну и все. И здесь просто Куху стоит и сейчас в Глиф. Но Глиф же сейчас закончится. Язера ничего Куху у нас не сделает. И Тром только нас волнует. Команда 5-5 проигрывает свой первый номинальный, по факту, матч против команды Малайзии. Но, напомню еще раз, малайзийцы начинали со счета 1-0 впереди. И поэтому вторая игра тоже для Тим Малайзии отходит в их актив. И 5-5 из данного плей-офф ESL1 азиатского дивизиона вылетают. Малайзийцы идут дальше. Сейчас скажу, на кого наши малайзийские ребята попадают. Выходит Тим Малайзии на победителя пары MVP Phoenix против Signature Trust. Phoenix тоже, как я понимаю, должны начинать с победы 1-0. Инвейджин тут также с Минески будут. И Рейв с Андермайнер будут. Так, одну секундочку. Сейчас я скажу, что у нас дальше по списку матчей. Ну да, у нас Signature Trust против MVP Phoenix будут играть сейчас. И на данный момент это будет, получается, через час с копейками. Это будет в 15 сет. Это будет в 16 по Киеву, в 16 по МСК. Пока что небольшая у нас пауза. В принципе, можете-то и переключиться. Это не страшно. В 16 часов всех жду здесь, как штык. Будем переходить на следующий матч у нас плей-офф. Четвертьфинал ESL1. Пока что не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Не забывайте нажимать фоллоу на нашем Твиче. Ну и на Ютубе все наши вводы. Все вопросы, которые вас интересуют, ВКонтакте и я в администраторах есть в группе. Обращайтесь в личку. Буду отвечать, буду помогать. Если какие-то пожелания есть или советы, с удовольствием выслушаю. Если будут конструктивными, то на деле реализуем. Все, спасибо. Пока что перерыв. Один час паузы. Жду вас всех в 16.00 здесь. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok